Эта программа «Будьте здоровы!» вас приветствует Татьяна Ситникова и вместе со мной партнер нашего проекта компания «Ключ. Здоровье», которая взяла на себя очень важную миссию обеспечить кировчан чистейшей артезианской водой. Ну, мы уже, в общем-то, привели серию встреч, обсуждая вопросы здорового образа жизни, правильного питания, отвечали на ваши вопросы, взвешивали «за» и «против» в спорных моментах. Понятно, что Америки мы не открыли, потому что эти темы всегда на поверхности, вызывают большой интерес, но лишний раз напомнить, что наше здоровье во многом в наших руках никогда не помешает. Я ничуть не сомневаюсь, что меня в этом на 100% поддерживает эксперт программы Александр Анатольевич Соборев. Александр Анатольевич, поддерживайте прежде, чем ваши титулы. Эндокринолог, главный врач Кировской клинической больницы номер 7 имени Юрлова и руководитель регионального эндокринологического центра. Ну что ж, продолжаем тему. Она вызвала интерес, масса вопросов на сайте. И хотя мы договорились, что сегодня обсуждаем главная тема сахарный диабет, вот медики бьют тревогу, тревожная статистика, начнем с почты. Святое дело, ответь на вопросы. Договорились? Обязательно. Итак, первый вопрос. Евгения, женщина, вот я просто процитирую, что она написала. Подруги постоянно на диетах, овощах, ну если такое женское помешательство, вы, наверное, в курсе сталкивались. А я обожаю мясо, не могу ни одного дня без мяса. Ну вот хочу и все. Вот очень неправа, вредит здоровью. Отключайте. Ну не совсем, наверное, так. Истина посередине. Насчет того, что помешались на диетах, ну само по себе у меня четкое есть определение. Даже само понятие диеты, оно немножко вызывает. У меня личное отторжение. Почему? Потому что она предполагает какую-то 7-минутную попытку, 7-минутную решить какую-то проблему. Достаточно каковременно, но чаще всего. А всю жизнь диетах не просидишь? Да. И здесь просто надо правильно питаться. Вот что подразумевается под здоровым образом жизни. То есть здесь должно быть правильное регулярное питание, полноценно сбалансированное. Кстати, пример из жизни. Это на моих, что называется, приятелях перебило, да? Извините, ну хорошо, тоже вам скажу. По поводу мясных продуктов, безусловно, нет. Так тоже нельзя подходить, что это яд и нельзя употреблять, допустим. Тем более, я так понимаю, она под рецом работает, наши слушатели. Я просто не стала об этом говорить, но ничего с этим связано. Да, да, да. И мясные продукты, они необходимы в нашем рационе, только они не должны доминировать над всем остальным. То есть понятно, что в нашем рационе преобладать должны продукты бодротой клетчаткой, преимущественно овощи, да? И в то же время мясные продукты тоже употреблять необходимо, даже необходимо. Ихлательные, наверное, не колбасные изделия. Безусловно, потому что мясные изделия, они содержат незаменимые аминокислоты, которые нам необходимы для нормального функционирования нашего организма. Другим способом их получить достаточно сложно. Поэтому, ну, все колбасные изделия, в частности, они содержат массу добавок всевозможных, и они имеют огромный колораж. То есть это вот действительно нездоровое питание. То есть его можно употребить, но скорее как исключение, чем систему. Ну, так что, в общем-то, ответ, в общем-то, на поверхности, наверное, мы тоже знаем. Ну, да, это очевидно еще, да. Хороший кусочек мяса, пусть немного, да, но вот не очень жирного, но очень такого хорошего. Сказано, а потом еще раз повтори. Хорошо, ну, мы же договорились, да, повторение всегда мать учения. И, кстати, вот на эту тему диет только что мы говорили. У меня был пример вот, ну, ближайшей подруги, которая резко вот села на диеты, а потом бросила, она, знаете, набрала сколько потом килограммов. Это вот такая была реакция. То есть опасность очень большая в этом плане. Ну, работая с пациентами, я всегда говорю, если вы реально хотите решить проблему массы тела, повышенной, да, то или вы постоянно будете этим заниматься, изменив свой образ жизни, изменив стереотип питания, или это вы пытаетесь каковременно решить какие-то проблемы. Лучше не начинать, если нет уверенности в том, что постоянно придется придерживаться, по сути дела, по жизни на определенных рекомендациях. Ну, я думаю, ответить достойно. Ну, вот, я думаю, этот вопрос следующий очень понравится и нашему партнеру. После вашей программы провела личный эксперимент. Каждое утро натощак стакан артезианской воды. Прибавилась легкости и бодрости. Тысячу раз слышала об этом, но ленилась. Буду продолжать. Анастасия. Ну, продолжать, Анастасия. Ну, я думаю, тут тоже очевидно достаточные вещи. Пить надо здоровую. Есть надо здоровую пищу, и пить надо чистую, качественную воду. Хорошо. Следующий вопрос, Пётр. Как вы относитесь к вегетарианству? Вегетарианство, на мой взгляд, если вот подходить с позиции физиологии, то не самый лучший вариант, потому что я уже говорил, мясные продукты, они случайно в пищу употребляются. Они нам необходимы, потому что они содержат достаточно большое количество микроэлементов, в частности кальций, которые нам необходимы. В то же время они содержат незаменимые аминокислоты, которые нам необходимы для нормального функционирования нашего организма. А, по сути дела, всё вегетарианство – это редуцированные диеты, как раз вот, которые, ну, в каком-то этапе определённый вред здоровью могут нанести. Но в то же время поклонников какого вегетарианства немало. Ну, это, я думаю, что такое, это даже целая философия, скорее всего, да, то есть это не только связано с питанием, да, это с образом жизни связано определённой категорией людей. Ну, это, наверное, есть ведь и разные религии, есть разные идеологии, есть разные убеждения. Вот я почему-то отношу вот вегетарианство как раз вот именно к этому течению. Ну, к счастью, это, ну, скорее исключение, чем система, чем правила. Ваш, в вашем взгляд, понятен. У человека, если есть выбор, он вправе делать этот выбор. Наша задача, как специалистов, донести плюсы и минусы того или иного. Ну, главное, как вы себя, наверное, чувствуете, да? Ну, безусловно, конечно. Если человеку комфортно, ну, ради бога. Я знаю, что есть семьи, которые стремятся вот так делать, и детей вот таким же образом воспитывают. Ну, ещё последний вопрос нашей почты. Вот я, кстати, вот очень разделяю его, это Ольга обращается к нам. В последнее время стало заметно больше мужчин с огромными животами. В чём дело? Виноваты пиво. Вот я понимаю, когда у женщин, ну, они рожают, да, вот, но когда у мужчин, вот, честно говоря, мне тоже очень не нравится. Да, и, к сожалению, всё больше, более молодых мужчин становится. В том-то и дело. С повышенным весом, преимущественно за счёт... Так что, пиво? ...немалого живота. Пиво свой вклад носит, безусловно. Она ещё, помимо всего, вносит вклад только в повышение массы тела, в ожирение. Там ещё на гормональный фон определённым образом влияет, потому что фитоэстрогены содержат женские половые гормоны. Поэтому, ну, мужчинам в больших количествах пива, конечно, не рекомендуется. А ещё, мне кажется, образ жизни. С двух позиций, да. С двух позиций, да. Диваны, компьютеры и так далее. Ну, конечно, конечно, конечно. Вот. Неправильное питание, высококалорийное питание, в огромных количествах питание, вот, нерациональное. Преимущество во второй половине дня, часто это сопровождается как раз, сопровождается употреблением пива, алкогольных напитков и малоподвижной области жизни. То есть человек, современный человек практически, даже в бытовом плане, он минимум движения себе позволяет. Это очень плохо. Ну, так что мужчинам отойдите на ус. Женщина нравится красивая, подтянутая мужчина, спортивная. Ну, я думаю, это взаимно, да. Да, я думаю, взаимно. Александр Тарантович Соборович. Если, да, если женщина хочет, чтобы мужчина не имел этого живота, я думаю, что усилия должны прилагать оба. И тогда эффект будет более значимый. Да, и тоже тема кекс и секс, наверное, тоже подходящая в этом плане. Спасибо, спасибо. Ответили на вопросы почты, но сейчас к главной теме. Это было ваше предложение. Вы понимаете, что в ваших руках статистика и сахарный диабет. Тревожная тема, тревожные цифры. Вот давайте начнем с них и назовем какие-то главные факторы. Ведь это тоже связано напрямую с питанием, как мы только что сказали, образом жизни. Да, я в двух словах хочу сказать, что все-таки сахарный диабет – это неодородное понятие. Есть две формы сахарного диабета, два типа. Такой небольшой, да, всего очень небольшой. Это чтобы было понимание, на чем акцент был. Что мы можем в дальнейшем делать? Первое – это первый тип диабета, менее распространенный. Вот это всего от общей заболеваемости в популяции сахарным диабетом составляет в пределах 80%. Это достаточно немного. И в то же время это диабет молодых, это аутоиммунное заболевание. Профилактировать его достаточно сложно, потому что оно вирус-индицированное заболевание. И таких чётких программ профилактики, к сожалению, на данный момент нет. В ближайшее время, по всей видимости, не предвидится. В то же время основная масса больных с сахарным диабетом, так называемого второго типа сахарного диабета, это люди более зрелого возраста, которые заболевают чаще всего после 40 лет. Ну, сейчас это заболевание молодеет. И эти два типа, да, хочу сказать, обедняют только одно, то, что происходит повышение сахара крови. Всё остальное немножко по-другому протекает, я имею в виду в плане патогенеза, механизма развития заболевания. Но вы только что сказали, что диабет молодеет. В плане осложнений практически, да, идентичные происходят процессы, при первом и втором типе диабета. Вот именно я хотел акцент сделать на том, что молодеет второй тип сахарного диабета. И вот мы начали нашу передачу как раз о том, о повышенной массе тела, о малоподвижном образе жизни, да. Вот это основные факторы рисков развития сахарного диабета. Второго типа, именно второго типа. И действительно цифры достаточно высокие. Вот в нашей области более 46 тысяч пациентов, которые имеют нарушение углеводного обмена, в частности сахарный диабет преимущественно, сахарный диабет второго типа, основная масса. И с каждым годом мы немалое количество таких пациентов выявляем. И огромный плюс, что у нас сейчас работает программа диспансеризации. Им действительно, вот благодаря этой программе мы выявляем нарушение углеводного обмена, в частности сахарный диабет, у тех людей, которые даже, собственно говоря, не знали. И не обращали внимания на минимальные симптомы, которые как раз показывали, что у них сахарный диабет. Вот давайте на этом сделаем именно акцент. Вот когда стоит бить тревогу, как-то обратить внимание, провериться, вот всё ли в порядке, да? Ну, по большому счёту мы можем чисто технически, да, теоретически. Ну какие-то, не знаю, самочувствовать. То основной критерий, да, благодаря которому мы можем поставить диагноз, это уровень сахара крови. Если натощак, допустим, да, из пальца, так называемого, капиллярная кровь, больше 5,5 ммл, или, допустим, из венозных 6,1 ммл, то это уже можно говорить о том, что мы, возможно, имеем нарушение углеводного обмена, то или иное. Я в детали вникать не буду. А вот возраст в данном плане играет значение. Я хочу перейти к факторам риска. Хорошо. Да, мы можем теоретически посмотреть у каждого жителя нашей страны или нашей области уровень сахара крови и определиться, есть там проблема или нет. Но это и затратно, и нецелесообразно абсолютно. Есть такое понятие, как фактор риска, который способствует тому или иному заболеванию, в частности по поводу сахарного диабета второго типа. Первый фактор риска – это повышенная масса тела, это основное. То есть у второго типа сахарного диабета практически это все люди, которые имеют избыточный вес. Основная масса. Если стало резко набирать вес, это уже тоже тревожный фактор? В какой-то степени да. Но это не только связано с углеводным обменом. Вообще повышенная масса тела – это фактор риска многих заболеваний. И раковые заболевания онкологические, сахарного диабета, артериальная гипертония, сердечно-сосудистая – это все один из факторов риска. Но для второго типа один из основных факторов риска – это избыточная масса тела. Второй момент – это наследственность. Если в наследовании в семье родственников имелся второй тип сахарного диабета, вероятность очень высокая. И еще один фактор – это возрастной фактор. То есть чем старше становится человек, тем у него больше вероятность того, что у него разведется сахарный диабет. Я основные факторы риска выделил, которые в принципе основного значения имеют. И мы понимаем, что если население стареет, оно становится более пожилым, то вероятность развития нарушения углеводного обмена увеличивается, что мы видим во всех наших эпидемиологических исследованиях. Понятно, что на генетику мы влиять, к сожалению, сейчас пока не можем. На возраст мы, к сожалению, влиять тоже. Что делать? Годы ранения, картузий, как говорят. Но, с другой стороны, мы можем влиять на самый главный фактор риска – это избыточную массу тела, которая связана с нерациональным питанием, в первую очередь, и, во-вторых, с малоподвижным образом. Насколько я знаю, работают даже школы диабетиков, какие-то организованные. Ну, я повторюсь в очередной раз, что при лечении сахарного диабета второго типа, а может даже и профилактике нарушения углеводного обмена, это обучение пациентов или потенциальных пациентов, обучение… Какие-то полезные советы, правила жизни. Сахарного диабета, где, вот мы сейчас пытаемся в нескольких словах эту тему серьезную обсудить, да, в то же время в школе есть структурированная программа, где даются очень-таки прикладные знания по такой проблеме, как сахарный диабет, где объясняют, как жить с этим заболевать, что, во-первых, что это такое, как с этим жить, в принципе, иметь хорошее качество жизни, избежать осложнений, но и масса-масса других моментов, которые в повседневной жизни нашим пациентам необходимы. Эти школы работают, вот они где, в центрах здоровья, эндокринологические центры? Они работают в нашем региональном центре, эти школы работают. Работают амбулаторные школы, можно прийти, там, списаться у доктора, который ведет эту школу. Работают при стационаре. Ну, я понимаю, в школу, вот кого уже прижало, наверное, пойдет в такую школу жизни, но хотя бы вот в нескольких минутах, в нескольких вот советах, да. Я бы призвал, вот пользуясь такой возможностью, я бы призвал именно пациентов более быть активным, стремлением попасть в эту школу, потому что не всегда, к сожалению, эти пациенты при манифесте заболевания, при первой выявленном попадают в школу. Вот я общаюсь с пациентами, при обходах, вижу, что немалая часть пациентов, имея стаж, где-то 10 лет, где-то наблюдаются, в том числе я эндокринолог, но, к сожалению, ни разу не обучались в этой школе. Это огромное упущение, потому что эффективность лечения сахарного диабета, как, впрочем, и любого неинфекционного хронического заболевания, это в получении знаний, которые даются через всевозможные школы. Если этой этапа лечения у пациента нет, а обучение – это, по сути дела, лечение, то эффективность его лечения снижается более чем наполовину. Вы знаете, у каждого уже сейчас почти что есть компьютер. Заглянул, посмотрел, что, как жить с этим, какие там советы полезные. Можно получить. Я сталкивался с тем, что у нас некоторые пациенты уже, мы зашли до того, что сами ставят себе диагноз, но это и раньше было, но сейчас они еще стали сами себе назначать лечение. Вот оно. И после этого они попадают в стационар достаточно с серьезными проблемами. Это в корне неправильно, да. Какую-то информацию мы можем получить, и это необходимо делать. Допустим, вот заинтересовался человек, ему сказали, что такое индекс массы тела. Он может посмотреть, да. Он может посмотреть какие-то показатели, критерии, да. Но системное представление, структурированное, он может получить только благодаря специалисту, который его, грамотному специалисту, который его направит в правильную русскую. В общем, вы уже столкнулись с этим, интернет-диагнозом, который приводит потом человека к правилу. Ну что ж получается, если так некий итог подвести, значит, масса тела, первый симптом, да, все-таки семейные традиции, что там как здоровье, в семье, в семье, в семье. И когда возраст, то надо почаще проверяться, сдавать некие анализы. Ну есть четкий критерий, после 45-ти обязательно каждый год, вернее, после 40 лет, каждый год, как минимум каждый год, надо исследовать уровень сахарокруга. В общем-то, все очень просто. Но если уже диагноз поставлен, это случилось, как кардинально меняется твоя жизнь? Первое, это обучение, безусловно, в школе диабета, где все будет подробно рассказано. Затем, следующий момент, изменение стереотипа питания, безусловно. Доктор подскажет, как это грамотно сформулировать, сделать. Здесь можно как раз и в интернете посмотреть, только не увлекаться так всевозможными диетами, которые, ну, спекулятивная тема, безусловно. Здесь, еще раз говорю, речь идет, если хотите решить эту проблему, здесь не диетой, как таковой, надо увлекаться, а рациональным, здоровым питанием. Это принципиальная разница. Первое, это обучение, да. Второй момент, надо понимать, что постоянно должен быть контакт уже с медицинским работником, коли такая проблема случилась, чтобы профилактировать осложнение и иметь хорошее качество жизни. Следующий момент, обязательно самоконтроль, потому что полагаться только на исследование в стационаре или в поликлинике, это недостаточно. Самоконтроль, это имеется в виду исследование уровня сахарокрови самостоятельно. Есть специальные приборы, которые позволяют это делать регулярно, то есть в течение суток, в любое время можно исследовать уровень сахарокрови. Есть еще интегральный показатель исследования лектированного гемоглобина, но это уже прелегативы в большей степени специалисты, которые эту программу представят и будут вести этого пациента. То есть в любом случае, имея диагноз сахарный диабет, необходимо контактировать с специалистом. Это эндокринолог, это участковый терапевт. Я думаю, что мы, в общем-то, что могли сказали, остальное, как бы сказать, в школе диабетов. Осталось несколько минут. Давайте еще вот по ходу программы поступили вопросы по питанию. Как Вы относитесь к раздельному питанию? Еще такая модная тема, Александр Ильич? Да я никак к этому не отношусь, потому что, я еще раз говорю, это тоже относится к диетам определенным. То есть попытка решить, ну, еще один из достаточно простых способов, на первый взгляд, решить проблему повышенной массы тела. Питание должно быть рационально и сбалансировано. Еще один вопрос, на десерт, что называется. В нашей семье мы две сестры, да, вот, одна уплетает за обе щеки, не толстеет, а другая, вот, ну, что называется, вот, напишет так образно, посмотрела на капусту и уже набрала килограмму. Вот отчего, отчего такое происходит? Одна семья, одни традиции, вроде бы, и гены одни, а? Ну, видите, в одной семье 100% идентичности генов, к счастью, не бывает, потому что мы все разные, да, даже в одной семье. Поэтому наследование идет по двум линиям, идет со стороны отца, со стороны матери, поэтому наследуется и уровень обмена, генетический ход наследуется. Соответственно, люди разные, кто-то действительно сразу полнеет. Кто-то в папу, кто-то в маму, кто-то в бабушку, кто-то в деда. Иногда фенотип совпадает с генотипом полностью идентично, то есть по внешнему виду, если сравнить, допустим, там, ребенок похож на маму, и зная набор заболеваний, которые у мамы уже есть, или у бабушки, которые внешне похожи, фенотипически, то мы можем даже предполагать, что генетически какие-либо заболевания могут наследоваться. Ну, это чисто характеристики. Хорошо, что все мы разные, но всех нас объединяет одно, мы должны думать о своем здоровье. Это самое главное. На финале программы самые главные слова. Да, большей ценности, чем здоровье у человека не будет. В программе «Будьте здоровы» сегодня принимал участие Александр Анатольевич Соболев. Он был экспертом наших нескольких программ, которые мы посвятили здоровому питанию, здоровому образу жизни. И главным партнером нашего проекта была компания «Ключ здоровье». Мне кажется, она великое дело делает, да, обеспечивая город чистейшей водой. И Василий Зонов, директор компании, самообразец, в общем-то, здорового образа жизни. Они просто молодцы. Кроме того, что они действительно качественные вещи делают, они еще позиционируют очень грамотно наш Вятский край. Потому что они работают не только в Вятке, они работают в других регионах. 40 городов России, вот я не ошибаюсь, и даже уже больше эта цифра. Они вызывают гордость, они делают большое доброе дело. Ну что ж, ключ здоровья в наших руках. Спасибо за встречу, всем до свидания. Будем ждать новых встреч. Спасибо.